Марк, Твен, Том, Сор и Йоккер, Белефин. Том сворачивал из пирога в пирог, а потом вошел в густой лес, забрался самую чаще, и уселся на мох, подроскненько с индулым. Душа мальчика была полна тоской, ему казалось, что жизнь — это неизбытное горе. Делайте хоть эту девочку Бекки. Что она сделала? У нее только добра хотела, а она с ним как собакой, прямо как самой последней собакой. Когда-нибудь она об этом пожалеет. Да оно уж поздно будет. Что, если взять, да куда-нибудь убежать? Неизвестно куда, вот чтобы Бекки тогда запела. И в голову опять пришла мысль. Взялся клоуну. На этот раз он шевел только отвращение. Нет, лучше он пойдет на войну и вернется через много-много лет. А Венеславой, нет, еще лучше, он уйдет к детям, будет охотиться на бойвол, и в будущем вернется великим вождем. И в какое-нибудь мерное летнее утро ворвется в воскресную школу с диким военным кличем, так что у всех его товарищей глаза лопнут от зависти. Впрочем, нет, найдется кое-что и почище. Он сделается пиратом. Вот именно теперь будущее стало ему ясно. Его имя прогремит на весь мир и заставит людей трепетать. Он будет со славой носиться по бурным морям и океанам на своем черном корабле под названием Дух Баури. И на водящий ужас черный флаг будет развиваться на носу корабля. И вот, в зените своей славы, он вдруг появится в родном городе, загорелый и обветренный. На нем будет черный барсный комзол и штаны, наверное, как большие сапоги с отворотами, на шее алый шарф с пистолетами за поясом и ржавым откроме тесоком на переводе. В шляпе с развивающейся перьями он войдет в церковь и услышит шепот. Это знаменитый пиратом Суэр черный ситель испанских морей. Да, решено. Он избрасывает ременный путь. Он берет из дома и начинает свою новую жизнь. Завтра же, в утром.